Здарова, шофера! Мы продолжаем жизнь дальнобойщика в игре Евротрак Симулятор 2. Не, ну я уже рэпер во втором видео. Просто. В прошлой серии мы с вами доехали до Москвы и Стамбова. Я выразился без проблем. Сейчас мы уже загружены, поэтому незамедлительно стартуем, дабы нам не потерять наше драгоценное время. В принципе, все готово к рейсу и мы потихонечку будем выдвигаться. Включаем наш автоматик и выползаем. Как видите, да, в кабине есть некоторые изменения. В общем, по нашему приезду в Москву я выгрузился, как я уже и сказал. Доехал до стояночки и кантовался там, ждал загрузки. Держал связь с шефом. Я извиняюсь, ребята, если руль долбится. У меня что-то немножко с настройками. Я никак не угадаю. Давай по зеленой успеем. Поворачиваем налево. Да, у меня прям возврат руля в центр какой-то жесткий. Ну ладно, не суть. Так, нам здесь надо прямо проехать, если можно. Нет, поворачивать налево мы не будем. Мы пройдем прямо. Так вот, мы с вами загружены в данный момент на Питер. Наконец-то у меня таки все по моим планам получилось. В общем, загружены мы филешкой атлантической трески почти 17 тонн. Правда, почему с Москвы в Питер, а не наоборот? Вот что странно. Ну, может быть, возврат какой-то, я не знаю. У нас рев, у нас не гниет. Что написано? Бросай, бросаем мусор на улице. Не забывайте хрюкнуть. Да. Действительно. Наконец-то я поставил весну. Так что теперь, по идее, не должно темнеть так быстро, как это было раньше. Так, давайте радио, наверное, подключим. Комера треком. Да, нужно звук прибавить, кстати. Извините, ребят, за склеечку нужно было прибавить звук. Так вот, а ехать нам примерно где-то 600 километров. Вот, фой, навигатор меня почему-то повел немножечко, так сказать, вглубь карты. Но я перестроил, и должно быть все окей. Давай-ка, МАЗ, тяни, СИНО, это стон, ты же для тебя фигня. Вот мы и покидаем Москву. Да, без пробок сегодня, на удивление, кстати. Без пробок. В общем, пока стоял на стояночке. Ждал загрузки. Да, я, короче, решил встретиться с другом. Он, москвич. Проехаться по магазину. В общем, шеф мне дал добро. Сказал, жди, отдыхай, катайся. Короче, что хочешь делай. Вот, и поэтому я прокатился по магазинам и прикупил вот мелочевочки, шторку такую купил, КАМАЗ. Все дела, в импелочек небольшой. Живу как хочу, вожу как умею, поэтому мне, в принципе, пофиг. Солярки у нас хватает. Ну и по мелочи, в общем, разложился. Все-таки немножечко подобжился. Документики. В общем, подразложился. Все, что было более-менее под рукой. Сильно колхозить не стал. Я стекло, как-то, не знаю, отвык я от этого плохоза, все, от выпилов. Как-то мне так по кайфу, что ли. Да и машина новая, не хочется сильно засирать. Тем более я до конца еще к ней, так скажем, не привык. Не сказать, что у нас будет какой-то прям супер-мега интересный рейс. Но, тем не менее, доехать нужно. И это, как бы, самый такой кратчайший путь. Правда, навигатор все равно мне там немножечко хочет меня обмануть. Поэтому мы ближе к Ростову. Подожди, почему к Ростову? Лежи к Питеру. Нам немножечко придется его изменить. Изменить его в карте уже не получается. Уже 10 меток я поставил. Вот такие дела. Солнечногорск уже. Че не едешь-то? На такой крутой машине и не едет, да? Умс, ямочки. Так, на красном постоим и заодно я залезу в меню. И заодно я залезу как раз в меню. Я на самом деле даже очень рад, что все-таки вот у меня получилось продвинуться к Питеру. Правда, да, конечно, пришлось подождать. Но мы едем. Мы едем. И надеюсь, следующая загрузка нам упадет на Мурманск. В чем я сомневаюсь, но хотелось бы, что называется, верить. У меня немножечко подзбились настройки после неудавшихся стримов, которые YouTube мне не дал провести вообще никак. Со своими проблемами в связи с загруженностью серверов. Да, я это уже не раз говорил. Как бы это все очень-очень печально. Очень-очень печально. И, кстати, ребята, я вам хочу официально заявить, что я конченый дебил. Просто идиот. Чисто сердечное признание. Как бы это видео должно было выйти еще гораздо-гораздо раньше, чем оно выходит сейчас. Потому что я дебил. Я приехал в Клин, да, получается. Отснял я видео. Смонтировал. Все. Было готово уже. Вот только оставалось поставить рендер. Значит, оставил рендер на утро. Что-то у меня стал подключивать комп с вечера. Думаю, дай-ка я почищу все. Реестр, хуестер там, да. И как-то без задней мысли просто сношу все отснятые видео. Почему-то думая, что у меня уже все смонтировано. Как бы. И ту папочку, где у меня уже отрендерены видео, я ее не трогал. Как бы. Но там у меня ничего и не было. Вот в чем суть. И, короче говоря, я весь следующий день свой убил на то, чтобы восстановить файлы. Бомбанул, психанул. Ничего у меня не получилось. Потому что размеры файлов настолько большие, что ни одна прога их не может восстановить. Может быть какая-то там платная программа для восстановления файлов. Еще бы что-то могла сделать. Но. Да, как бы мне проще даже переснять, чем я буду еще пошлять бабло там, да. Тем более в связи с курсом доллара, кстати, который мы еще обсудим попозже. Как обычно. В моих видео всегда обсудить курс доллара. Прочие проблемы. Мы политики как бы получается. Диванная, да. Так что я бомбанул и просто несколько дней вообще в игре не заходил. Никакие ничего не снимал. Никакие видео абсолютно, блин. Как бы у меня уже и... Вы как бы спрашивали, мне писали. Как бы когда-когда. А я... Обломался. Я обосрался, ребят. Да. Не догружаются текстуры почему-то. Но это нормально, ничего страшного. Ну и, наверное, все-таки видео по Омси вышло, ну, как-то пораньше, чем это получается. Так что по аннотации смотрим видео по Омси 2. А затем уже и Евротрак. И я, ребята, создал целый плейлист как бы для Евротрака. Я не помню, говорил я в прошлом видео. У меня уже так в памяти все перемешалось. Че я говорил, че я не говорил. Как бы плейлистик. Там видео, как мы по Германии катались. Которое в масштабе один к одному. По которой не получился стрим. Из-за Ютуба. Который просто взял и отрубил чат. Ну, просто взял и чат просто убрал. Ну, это нормально. Это Ютуб. Ребята, вы стримите, да? А мы вам чат отрубим. Пацаны, че вы сидите-то на натуре в чате и общаетесь? Это же не дело. Надо вас, ребята, присесть. Чат просто взять и отключить. Да. Вот че был знак на сокращение полосы. Но никакого сокращения полосы нету. Весенская. Кстати, здесь красивая такая деревенечка получается. Какая вообще жига. У меня такая была в МТА провинция, кстати. Так, здесь у нас что получается? Сейчас мы посмотрим по знаку. Тверь, да, получается. Мы прямо здесь можем проехать? Если можем, то отлично. Если нет, то придется через Тверь ползти. Тапочку поджимаем. Нет, нормально, проедем. Навигатор просто, я не знаю, почему-то он в этой части сильно тупит. Я уже как бы там ставил, менял приоритет вот этой вот навигации. Но че-то у меня ничего не получается. И, кстати, вроде как проблему с прицепом я решил. Если у нас еще вылезут где-то эти прицепы с красной текстурой, то все, как бы будем уже обращаться к шарящим ребятам, кто занимается модами, как бы. И, может быть, мне помогут. Это был конфликт. Конфликт модов. Я не углядел. Там был у меня скин, короче, для Шмидтса. Вот, а я не углядел эту... Блин. Не углядел эту тему, и... Поэтому были проблемы. Так что, ребята, поаккуратнее со скинами. Сейчас DirectX 11 все-таки старые скины не работают. Можно по ошибке тупануть случайно. Блин, там, скачать. Это нормально. Я езжу вообще. Да, как хочу. Увожу, как умею. Мне еще, кстати, обещал Ваня подогнать колпаки, кстати. Так что, на обратном пути у нас будет уже КАМАЗ с колпаками, кстати. И я их оставлю, и на следующие машины будут ставить тоже. Так, здесь у нас ЧО, 60. Сейчас нас будет штрафовать, поэтому мы немножечко... Объекты воздухи висят, но вы этого не видели. Чуть река, Волга... Это какая трасса И-95? Нет, это М-10. Почему И-95? Блин, видео получится опять, скорее всего, длинным. Я извиняюсь, ребята, но не получается делать короткие видео. Длинные никто не смотрит. В итоге такой получается вот парадокс. Что видео не смотрит из-за того, что оно длинное, а короткое видео не получается сделать. Вот 40-50 минут это, блин, ну 40 куда-нибудь шло, ну 50 это уже много как бы. То есть тут уже вопрос, блин, а не проще ли стрим забабахать просто? Ну, получается, что не проще с ютубовскими этими серверами. На другие сервисы уходить вы меня там смотреть не будете. А миньон лыбится вообще ему... Ему вообще по кайфу сидеть, трястись на моем стихле получается. Так что вот такая вот у нас теперь кабиночка получается. Ага, теперь... А нет, это просто машина красная. Ну, красной текстурой. На подходе у нас, кстати говоря, версия 1.37. И как бы все. Закончится в эпопее. Я шучу, конечно. Я откачусь обратно. Зачем мне это 1.37? Будем ожидать обновлений карт. Ну, про монс, я думаю, точно сделают. Насчет русмапа у меня уже вопросы. Как там с адаптацией? Как бы вот. Надеюсь, что хотя бы Камазон, блин, вот этот и... Карты как-нибудь обновят, что ли. Ну, скорее всего, будет со старыми звуками просто. Открывающиеся стекла. Да, конечно, как бы... Ну, вроде прикольно, но... Ну, блин. Что-то какие-то вообще мелочи получается. Не проще ли сделать одно большое обновление? И там как бы несколько сразу же фишек сделать, а то... Ну, да, карантин, понятно. И так затянули. Конечно, версия бы вышла куда раньше. Сейчас там... Что, уже бетка получается? Может, на момент видео уже вышла? И в релиз. Чего я не очень-то сильно хочу. Ну, ладно. Будем гонять в МП, значит. Видео по МП, может быть, какие-нибудь попилим. Правда, особо отчетно снимать. Ну, ладно. Действовать будем по ситуевине. Вообще, длинные видео... Ну, это же дальнобой, пацаны, как бы. Длинные видео, это нормально. Хочется показывать весь процесс, а не вырезать что-то и ускорять. Как у нас было в первых видео данной рубрики, так скажем. Можно назвать это уже рубрикой даже. Ну, приедем мы, вероятнее всего, не под ночь, наверное, но под вечерочек, часиков, наверное, в 6-7 вечера. Посмотрим, как раз будет, темнеть или нет. Но я уже вижу, что как-то по-другому стало все-таки. Освещение, вот погода немножечко по-другому. Блин, там не видно ничего. В это зеркало, да, вот в это зеркало видно. Вышний волочок, получается. Сколько нам еще? 400 км. Ну, да, где-то так и получается. Блин, красиво вообще. Офигеть. Нифига себе, я не замечал. Это вот, кстати, с модом на весну всякие цветочки добавляются такие. Ну, девочкам понравится продукт. Вот эта моделька меня просто вызывает кайф. Так, здесь у нас небольшой ремонтик. Ребята, кто с Питера? Как у вас там? Есть снег, нет? У нас как бы еще снежочек немножечко есть. Подтаивает, но он не есть. Блин, вот эти модели. Да, Росмап требует. Рескейла, так сказать. Небольшого. Но надо отдать должное FPS. Здесь хороший. Походу мы надолго здесь залипли. Давайте нашего Камазика посмотрим, как он. Ой, какой красивый. О, ты шо? Я мая. Ля, какой. Как вообще цвет синий? Нормально, нравится? Мне вообще по кайфу синий Виталик. Или белый круче? Ну, белый бы, конечно, с трефом смотрелся, да, покруче. Все, парни, поехали. Так, где у нас тут? Центруемся. Белый бы, конечно, смотрелся, ну, прям реалистично. Так, ну... Так, ага, снова красно. Сейчас мы еще посмотрим нашего красавца. Е-мое, какие емы здесь. Институт красоты. Да, сейчас я был институт красоты, а не вот это все. Где наш вид? Прицеп мне тоже нравится. Вот у него вид сзади просто бомбовый. Прям как... Как из реальной жизни фотка получается. Я вообще даже, вот я хочу скрин сделать вот такой. Вообще вот, фоточку прям сделать. Why, вообще? Да, колпаки бы ему был супер. Пластик, пластик обязательно. Хром не надо, а пластик будет зачет. Так что вот такой вот, ребят, камазончик. Кайф доставляет неимоверный. Ну, какой-то он яркий все-таки получается. Ну, может быть, не совсем прям реалистично, но... Мне нравится. Мне нравится. Так, центруемся. Поехали потихонечку. Так, неправильно отцентровались мы-ка. Опа. Я надеюсь, у нас получится все-таки на Питер-то проехать. Потому что там были, помните, какие-то обрывы. Было что-то такое. Ну, я уже, честно говоря, запутался, забыл. Какие там фиксы, аддоны, короче. Вот это вот все там надо было ставить, вот эту всю бадью, бесконечную, короче говоря. Что за прицеп? Это не фаз, что ли, как бы? Наверное, да, это не фаз какой-то. Что-то я его не помню. Должно все работать, по идее-то. Народу, кстати, мало. Ну да, самоизоляция. Кстати, про доллар. А почем доллар нынче? Вот на момент прошлого видео был 78. Или 77? 78. Посмотрим, как он сейчас. Курс доллара. 73. Ну, падает, да, но цены-то, блин, вот. Нифига не падают. Здрасте. А мы работаем, да. Здрасте. Здрасте. Салют. Стояночка. Нам стоять не надо. Сколько увидел, уже, наверное, идет минуток 20 точно, поэтому нам надо, по идее, это вообще газовать. Ну, гаражик тут, наверное, имеется. Сжал заправку, выехал, заправился. Нормально, удобно. Выволочок покидаем. Ура. На Петербурге 415. Много еще? Блин, да, получается, больше 40 минут будет видео. Печально, конечно, да. Всем, кстати, спасибо, кто ставит лайки, пишет комментарии, кто подписывается. Очень много людей смотрят без подписки, так что всем нужно подписаться. Кто подписался, тот в реалию в фуре со мной покатался. Нормально. Да, я вообще рэпер, кстати, теперь стоюм, да. Всем привет. Что за зона тут? Вышки Вертухаи. Тут озеро такое, дома частные. Там, наверное, это не живет. Ну, это тут. Невель. Да. Как-то вода выше... Вода выше дороги получается, что ли? Не, ну нормально вообще все. Блин, хочется мне на Финку съездить. Вот куда-нибудь туда. Там такие места красивые мне нравились. Или в Скандинавию, или что-нибудь такое. Скататься бы. Ну, на КамАЗе нас не пустят. Да и разрешений у нас никаких нет. Вот когда начальника договорится, нам дадут другую фуру, мы будем кататься, курсировать Европа-Россия. Восток какой-то странный. Почему-то его начали отсюда строить, да? Ну, какой-то задел на будущее, наверное. Было бы прикольно, что мысли... А, ну да, здесь есть база какая-то, да, да. Вот это круто, на самом деле, что можно сюда приехать, да, разгрузиться. А не постоянно там из города в город. То есть у нас получается в основном все курс, город-город. А вот... Ну, опять же, да, обратно, как ты поедешь? Тебе придется прыжняка давать. Ну, а что вы, нет? Тоже нормально. Новгородская область. Надо не забыть. Вот как раз, по-моему, где-то начинает Новгород, а там будет такая развязка, по которой нас навигатор уведет влево. Нам нужно проехать прямо, чтобы сократить путь. Вообще никого нету, смотри. Ядрово. Смотри, вообще, нет, люди ходят. КамАЗ, тебе же тяжело. Давай скинем, а то камера... Сейчас будет штраф, да? Не, не будет. Мы же профи. Перед камерами тормозим, а дальше мы тапку в пол. Ну, такой тут больше частный янчин, да? Несмотря на вот этот стиль по. Народ уже катера посбрасывал. Нормально. В общем, этот мод на весну, это считай, как лето. Интересно, зимой вот тоже, катера до лошадочки, прикольно. Тоже катера стоят, если зимним, зимним модом играть. Да по-любому они стоят. А, ну да, получается стоят, потому что бальдата нету, когда зимним оставишь. Бальдата получается и нету. Так, это Валдай. Это мы, значит, уже с вами... Ну да, едем минуты, наверное, 30. Точно. И нам еще... До хрена. Короче, часовое видео получается опять. Он, видишь, он меня ведет через Валдай, но... Хер ему, я не поеду. Зачем мне это? Я, конечно, против Валдай, это ничего не имею, но зачем мне туда? Мне туда совершенно не надо. Вроде зеркала настраивал, но это все равно неправильно. Половина морды у меня в зеркале, так не надо. Что, дадим 90? Не дадим, не пустят сейчас. Давайте, ребята, ну давай не будем тупить, братан. Езжевство, Деменск. Нужно посмотреть карту. Так, ребята, я глянул карту, нам нужно будет проехать прямо, нас навигатор поведет влево. Нам нужно через Великий проехать. Блин, будут путаницы сейчас, получается. Потому что навигатор меня будет постоянно пытаться тянуть влево, а я уже не могу сбросить. Ладно, подумаем. Пойдется еще раз в карту зайти. Внимание, разделительные ограничения через 300 метров. Да бог с ним. Дайте нам ехать, главное. Дайте нам главное ехать. Штраф, да, нет. Комста. Надо подальше держаться от этой машины. Что-то там это самое нездоровое, да? Все, нас сейчас примут. Цемп. Что значит цемп? Вот. Но нам нужно прямо, нам нужно прямо здесь. То есть мы сейчас, получается, на навигатор не опираемся. Сейчас будем ехать по знакам, значит. Потому что, видишь, Питер прямо, он меня влево. По-моему, фак. Интересно, как бы он меня перестроил его. Ага. И мне нужно... Да, 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 там прямо, по-моему... Так, нет, или все-таки направо нужно? Еще раз гляну. Вот, ребят, посмотрите. Он меня ввел, получается, вообще изначально... Как-то вот так вот, блин. А я вот немножечко все-таки у меня получилось перестроить. И мы попадаем на разгрузочку прямо. Все четко. По кайфу вообще, по кайфу. Тихо, 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 аккуратно. И все у нас получится, ребята. Тут 10, можно 90 шпаривать. Так, это я, получается, подключил к руизу на 91. И у меня еще как-то можно было его скидывать, но... Да. Вот, сейчас я на 85 поставил. Такие мелочные плюшки, да, казалось бы, не пользуешься. А вот как начинаешь пользоваться, так просто душа радуется все равно, а? Вот это та же самая песня про стекла. Открывающиеся. Вот вроде не надо, да? Вот все кричат, не надо. А все равно будут открывать, да? Ну, ведь будут. Никто ж не будет ездить, типа, ууу, не буду отхвозить. Че им нафиг надо? Да. Да вообще, как бы, разрабы молодцы хотя бы, потому что они в карантин, вон, в бетку турнули. В бетку, точнее, выпустили новые версии, и то как бы хорошо. А че там будет с модами нам? Да, в принципе, и тем, мы на старой версии погоняем. Но будут какие-то понты, пойдем в мультик, значит. Будем пытаться стримить, я не знаю, на Twitch какого-нибудь. Будет народ, не будет. Посмотрим. Будем действовать по ситуации. Вот хочется втопить, вот хочется втопить, но мы на КАМАЗе. Мы на КАМАЗе. Но хочется, но мы на КАМАЗе. Хочется, но штрафу. Но все равно хочется. У меня от красных текстур каких-то, сразу ощущение, что что-то с ними не так. На самом деле, это просто красные текстуры, плюс брутал визор мод, он тоже ярче все делает. Еще говорят, к нему можно решать подрубить, но в ней и так по кайфу, а с решением у меня будут просадки. Но не сильные, но будут как бы вот, если по фреймрейту даже смотреть, там, получается, скачки. Так, половина бака, да, у нас? Да, заправляться не будем еще. Заправляться еще не будем. На обратке, получается, на заправе. Почему на обратке? Нет, на Мурманском уже еще поедем. Тосно. Мне так кайф доставлять название Тосно. Вот я бы там жил. Вот если бы мой город назывался Тосно, я бы был рад вообще. Такое прикольное название. Ни хрена себе, дядя, ну ты вообще, конечно, да. Тосно. Или Тосно читается. Как читается правильно, Тосно или Тосно? Наверное, Тосно все-таки. Как-то здесь пустовато получается. Тут, я правда уже не помню здесь территория чего получается. Дефолт, Арусмапа или Промоцер. Представляет Питер. Держитесь в раме. Нет, наверное, это Русмап, потому что я какой-то оставил Питер от Палыча. Что-то в этом роде. Нашют перестрают. А, ну ладно, ничего страшного. Надо было прямо проехать. Я немножечко не верил, что надо было вот за фурой ехать как раз. Ну, надеюсь, там все нормально будет. Но местность сразу сменилась. Чувствуется, что здесь что-то уже не то. Сразу как-то поменялась местность. Ретарда. 28 градусов. Японский бог. 3000 мм уже накатали на этом КамАЗе. Нет, меньше у него было 800 накатано, когда я его взял. Ну, точнее, когда мне его выдали. Да мне его база выдала. Там было, по-моему, до 800. Мы как-то так стартовали. Ну, чего, получится выехать? Да нет. Блин, разворот здесь мы не найдем. Это точно. Да нет, вроде все хорошо. Так бы мы выехали вот тут. А мы получаем. Разница в чем и в чем прикол. Ну, ладно, так автор строил, так ему виднее. Какое направо повернуть? В смысле перестроен. А, ну да, там метка стоит. Да ладно, пофиг. Не будем его слушать вообще. Ну, он сейчас направо будем уходить. Питер! Всем питерским салют. Так, это поворот на заправку. Кат, мы на Казе, да? Да. Блин, как в реале едешь это. Где, чего, куда? Вот это кто-то. Колянчик, колянчик, смотрит коляна. Вот тут то же самое, блин. Навигатор ведет, хер пойми куда. Ну, это жизнь, да, как бы, реализм. Я не туда поехал. Но ведь не туда поехал. Ну, да. Ну, я же говорю, это реализм. Вон, какая-то парковка. Мы сейчас здесь развернемся, короче. Тут отеля, мы... А вон, можно было круг сделать. Ну, да, вот от этих ситуаций видео получаются длинными. Ну, ребят, сори, это я. Я туплю. Как обычно. И века, извини, мне надо. Мне очень сильно надо. Извинились, блин, братанок. Все равно, о чем там ползет, а я торопуюсь. Он выехал там с загрузки, видать, только буду. Но в реале, я думаю, там где-нибудь дорожка бы какая-нибудь была. Все равно. Хотя черт его знает. И вот здесь мы уходим. Здесь уже будет правильно. Сразу поворотник заранее. Вся в какие-то отели заехал. В общем, молодец. Морменское шоссе. Нам туда очень нужно будет попасть в следующих видео. Подожди, все правильно? Или нет? Сейчас мне уже... Вот просто... Вот моя лень. Мне лень просто заходить в карту. Да, я неправильно еду. Я... Я дурак. Я глянул карту еще раз. Не поленился. Я зря себя ругал. Я все правильно еду. Мы сейчас с моста съезжаем. Я просто думал, это мост. И типа, как бы получается, до речки у нас поворот. Я думал, что уже все. Нам не дадут съехать. Но нет. Все получается? Вроде как. Съезжаем под мостом, проезжаем и на базу. На выгрузку. Попадаем. Не, ну о чем в натуре? Если бы я влево сейчас ссугался, я бы там всех собрал. Так немножечко обочинку. Дальше все. Да, все, обочечник. Обочина полоса для... Да. И здесь мы под мостик ныряем. Ну, нормально. Не самый худший исход. Время. Четыре часа. Думал, мы часов под шесть приедем. Ну, и не темнеет, вроде как бы, да? Небо чуть-чуть. Ну, Питер, да? Питерское небо. Сейчас, наверное, дождь его нет. И вот она, выгрузка. И наш рейсик как бы уже подходит к концу. Выгружаться буду я уже без вас, получается. Так что всем большущие. И Алиса тоже с вами прощается. Большущие всем спасибо за просмотр. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Давайте, кто посмотрел видео до конца, тот пишет в комментариях слово КАМАЗ ТОП, как бы. И я буду знать тех, кто смотрит видео до конца. И те вообще крутые чуваки. Те вообще приехали, короче. Пишите ваши комментарии. Абсолютно любые. Это все помогает продвижению моего нашего канала. Ну, а на этом все. Всем еще раз спасибо. Всем удачи. Всем пока.